ай-яй-яй больше суп не трогал а а что еще там мама и марина а еще кто и папа да и что происходит что происходит пожар пожар опять пожар доброе утро такое солнышко что мне глаза не открыть мы пошли выгуливать рексу не могу никому поймать в кадр все разбегается вот хотела я сегодня на почту потому что пришло уведомление что пришла моя посылка с алиэкспресс с баночками для специй я такие крутенские баночки заказала но в артёше снова чуть-чуть температура поэтому никуда не поедем блин я так и хочу но надо подождать пару дней так что сидим дома наслаждаемся жизнью чего-то смеешься скользнулась веселый человек ребенок уложен на дневной сон а это значит есть и поработаю позвонила мне мама сказала алиса финскую границу все-таки закрыли то есть мы успели заскочить последний вагон с этими закупками он говорит там типа еще сыр остался не хотим ли мы взять еще пару штучек потому что границу с финляндии закрыли до 1 мая по моему до до 1 мая весьма долго я говорю да да везем еще нам сыр нам сыра много и бывает так что вот так это закрывали и я позвонила марине мы наконец-то хоть поболтали а то уже сто лет не общались и не виделись но в конце недели то что вы видите на что партеж и выздоровел вообще никуда не деться у тебя был онлайн общение это уже что-то полная изоляция так чего я хочу я хочу салат прикрывайся когда а это деталь куда этот клей до сразу приклеивается не подвинуть клей точнее мы по кумону занимаемся сейчас такая у нас тетрадь сейчас вот это уроки аппликации с трех до пяти лет вообще здесь положено чтоб ребенок сам вырезал детали но я ему сейчас переверни вырезаю потому что он еще такое такое еще не может ровно вырезать вот деталька осталась и мы уже вот сделали пудинг автобус и обед все сделал молодец папе вечером будем показывать да давай подожди надо по-другому его вырывать верблюда будем клеить не нет ой что это это лошадь такая будем клеить но не будем так на какие-то непонятные для тебя штуки еще а тут что я сегодня кстати отсняла остатки одежды и отсняла все обувь и мне осталось снять две или три куртки сейчас я это сделаю и у меня наконец-то вся одежда будет в телефоне и я уже начну составлять луки растянулся у меня этот процесс на самом деле сфоткать всю всю одежду заняла наверное два с половиной часа но просто было лень делать это подряд все 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 и и все и и и и и и и Продолжение следует... 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 И мне делали компрессы с водкой. Я за год выпивала литровую бутылку водки. Таким образом, все уходило в компрессы. Но я думаю, что за 25 лет что-то в медицине изменилось. И, наверное, уши теперь лечат другим способом. Но я не знаю как, потому что я еще с этим не сталкивалась. Архемия, поэтому завтра вызову врача, чтобы она его посмотрела и прописала. У нас тут очень хороший педиатр. Она мне нравится. Всегда адекватная рекомендация. Блин, а у меня вот само горло болит. Архемия меня обчихал просто с ног до головы. Поэтому вот эта штучка мой лучший друг. Еще гексаралом пользуюсь. Зараза только щипится. Я не знаю как Алишера-то прыскает. Ему нормально. У меня буквально слезы на глазах каждый раз. Слизистая очень чувствительная. А в детстве когда меня люголем мазали. Не знаю, кому не делали такое. Брали палочку, какую-то щепочку. На нее наматывали вату. Эту вату в люголе. Миндали намазали. Господи, меня держали родители вдвоем. Я вырывалась. Я когда выросла, я маме говорю, мама, зачем вы мазали меня люголем? Это же больно. Мама говорит, да не больно это. В общем, выяснилось, что оказывается, мои родители совершенно спокойно мазались люгольным. Ну, невкусно и все. А у меня проблема была в том, что мне горело огнем. У меня был ожог слизистый после этой штуки. Но мне никто не верил, потому что мне было 4 года там или 5 лет. И ты, типа, подумаешь, там маленький ребенок, говорит, что ему больно. Так что слушайте своих детей. Бывает реально больно. В общем, поработать мне не удалось. У Артешки болит ухо. Поэтому он меня от себя не отпускает. Вот я отпросилась на 5 минут, чтобы умыться и почистить зубы. А для Шар пошел вгуливать Рексу. Вот, завтра вызовем педиатра. Я сейчас даже не смонтирую влог. Потому что Артемий хочет, чтобы я была рядышком. Сейчас он вот тут проснулся. То есть поспал пару часов. Потом проснулся. И сейчас лежит в кровати и смотрит на мультикубики-мультики. Чтобы отвлечься. Вроде перестал жаловаться на ушко. Посмотрю. Может, наконец-то только раз, чтобы подействовало. Я еще вот так вот буду монтировать с утра. Поэтому извините, что с опозданием. Ой, мама ела, кричит. Ну, надеюсь, завтра будет получим. Вот, так, все, в порядке. Так что все, буду с вами прощаться. Надо сейчас умыться, зубы почистить. Хотела этим приборчиком снова кожу свою. Но придется завтра это делать, сегодня. Я как-то... Так вот, все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok